Слово второе Иоанна Златоустого на книгу Бытия И рече сказано Бог, сотворим человека по образу и по подобию нашему Бытие 1.26 Здесь, во-первых, заслуживает рассмотрение то, почему, когда созидаемым было небо, не сказано сотворим Но да будет небо, да будет свет, и так о каждой части творения Здесь же только прибавлено сотворим Чем выражается совет, смотрение и сообщение с другим кем-то равночестным Кто же имеет быть сотворен, что удостаивается такой чести? Это человек, великое дивное живое существо и для Бога драгоценнейшее всей твари Ради которого небо и земля и море и вся прочая совокупность творения Человек, спасение которого так восхотел Бог, что не пощадил для него единородного Он до тех пор не перестался делать и устроять, пока не возвел его на небо и не посадил одесную себя И Павел зывает, говоря, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе и Иисусе Ефесянам 2.6 Поэтому был совет, смотрение и сообщение Не потому, однако, будто Бог имеет нужду в совете Этого да не будет Но чтобы самим способом выражения показать нам достоинства творимого Но если человек дороже всего мира, то как же он создается после этого мира? Ибо именно потому, что он дороже мира Когда царь намеревается прибыть в какой-либо город То впереди его идут военачальники, правители, оруженосцы и всякого рода служители Чтобы приготовить царский дворец и устроить все прочее потребное Можно было принять царя с великою честью Так и здесь Как бы в ожидании прибытия царя наперед явилось солнце Распростерлось небо, возник свет И когда все было сделано, устроено, тогда водится с великою честью и человек Сотворим человека по образу Слушай, Иудей, кому Бог говорит, сотворим Это написал Моисей, которому они, по их словам, хотя лживым верят А что они лгут и на самом деле не верят Послушай, как Христос обличает их в этом и говорит Ибо если бы верили Моисею, то поверили бы и мне Иоанна 5, 46 Теперь у них книги, а сокровища этих книг у нас У них письмена, а у нас и письмена, и разумения Кому же, скажи, Бог говорит, сотворим человека Просто говорит он, скажут, ангелу или архангелу Как негодные слуги, когда господа выговаривают им Они не могут дать прямого ответа Говорят все, что не пришлось Так и вы говорите Бог сказал это ангелу и архангелу Какому ангелу? Какому архангелу? Не дело ангелов творить и не дело архангелов совершать это Почему же, когда творил небо, не сказал этого ангелу и архангелу А сотворил единственно сам А когда создал живое существо, драгоценнейшее небо и всего мира То есть человека, то берет рабов в соучастники творения Нет, это не так Ангельское дело предстоять, а не творить Архангельское служить, а не участвовать в решении совета Послушай, что говорит Исайя о Серафимах, которые выше архангелов Видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном Вокруг него стояли Серафимы У каждого из них по шесть крыльев Двумя каждый закрывал лицо свое Двумя ноги свои двумя летал То есть они закрывали лица свои, потому что не могли вынести блеска выходящего от престола Что скажешь? Серафимы предстоят и находятся в таком удивлении и изумлении И это тогда, когда видят снисхождение Божие Ангелы же участвуют с Богом в решении рассуждений Но это несообразно Кто же это, кому говорит Бог сотворим человека? Это чуден советник, властелин, Бог крепкий, князь мира, отец будущего века Исаия 9.6 Сам единородный Сын Божий Ему-то Он говорит Сотворим человека по образу и по подобию нашему Не сказал по моему и твоему Или по моему и вашему Но по образу нашему Указывая на один образ и одно подобие А у Бога и ангелов не один образ и не одно подобие Как действительно может быть один образ и одно подобие у владыки и у служителей? Таким образом, со всех сторон опровергается ваше понимание И под образом, разумеется, здесь образ господства Как видно и из последующего Сказав по образу и по подобию Прессова купил И довладычествует рыбами морскими Бытие 1.26 Владычество не может быть одинаковым у Бога и у ангелов Действительно Как оно может быть одно и то же у рабов и у владыки У служителей и у повелителя Но нам возражают еще и другие некоторые Которые, худо понимая сказанное, говорят, что Бог имеет такой же образ, как и мы Писание говорит не об образе существа, но об образе господства Что мы и докажем из последующего В самом деле, что божество не человекообразно Послушай слов Павла Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия А жена есть слава мужа Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею 1 Коринфянам 9.7.10 Если бы под образом разумелся здесь тот неизменный вид Какой имеет Бог и человек, потому назывался бы образом Божиим Что Бог имеет такой же вид, то согласно с теми следовало бы назвать образом не только мужа, но и жену Потому что и у жены, и у мужа один отпечаток и отличительное свойство И одно подобие Так почему же муж называется образом Божиим, а жена нет? Потому что апостол говорит об образе не по внешнему виду, а по владычеству Которое имеет один муж, а не жена Он никому не подчинен, а она подчинена ему, как сказал Бог К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою Бытие 3.16 Потому муж есть образ Божий, что никого не имеет выше себя Как нет никого и выше Бога Но над всем он господствует, а жена слава мужа потому, что подчинена мужу И опять в другом месте говорит Не должно думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню Получившему образ от искусства и вымысла человеческого Деяние 17.29 Смысл этих слов такой Божество не только превосходит видимые образы, но даже и мысль не может представить себе то, как Бог Как Бог может иметь образ человека, когда Павел говорит Что даже никакая мысль не в состоянии представить существу Божие Наш же вид и образ мы все легко можем начертать в уме Посоветуем вам тщательно хранить все сказанное И усердно заботиться о доброй жизни, чтобы не напрасно и не без пользы собираться здесь Если будем содержать правильный догмат, а дел добродетеля не будет То совершенно лечившимся вечной жизни Не всякий сказанно, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного Матфея 7.21 Итак, будем творить волю Божию со всем усердием и ревностью Чтобы войти нам на небеса и получить благо, уготовленное любящим Бога Которых все мы додостигнем благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа С Которым Отцу со Святым Духом слава держава честь Ныне и пресно и вовеки веков Аминь Аминь